Я был два раза в Сирии и могу поделиться своими впечатлениями. Давайте исходить из того, что мы знаем. То, что действительно существует террористическая организация Исламского государства, в которую вошли в том числе и некоторые отделения Аль-Каиды, так называемая Сирийская освободительная армия, она существует. Она расположилась, я еще раз говорю, как паук упала на эти две территории, Сирия и Ирак. И активно продвигается, пытается взять под контроль всю северную часть Сирии, выйти на Дамаск и дальше выйти к морю. Более одной трети территории они уже контролируют. И практически нефть, и те ресурсы, которые они практически воруют и продают через Турцию. с дисконтом за 20% стоимости. Тем же, собственно, на те же биржи выходят, те же американцы. Все покупают, пользуются этими ресурсами. Заводы, которые были разграблены и которые захвачены бойцами ИГИН, каким-то странным образом через границу Турции тоже оказались на территории Турции. То есть, это идет такой государственный грабеж. То есть, это вопрос, кому это выгодно. Теперь по форме и содержанию. То, что там идут действительно страшные кадры, которые мы сегодня видим, они действительно имеют место. Потому что, опять же, возвращаясь к нашим коллегам-корреспондентам, которые как раз с нами были в Сирии, и они специально выезжали к Пальмире, как раз на границу вот этого фронта, где держат, сирийская армия держит оборону, и разговаривали со многими очевидцами событий. Вот даже врач, который бежал из Пальмира, он говорит, я бежал по трупам своих же, своих же медсестер, которые были уже расстреляны. Как он спасся, я ему говорю, я не знаю. Просто я тупо бежал, и вот ему удалось это спастись. Где судьба детей, судьба своей семьи, он ее не знает. Это вот непосредственно показания очевидцев. То, что там действительно уничтожаются представители шиитов, тем более оловитов, и христиан, потому что там еще и в Сирии. Это вообще такое, знаете, последнее светское государство на Ближнем Востоке, где в мире и согласии жили традиционный ислам и христиане. И даже в мечети Амниядов есть святыни, которые и глава внука пророка Мухаммеда, и мощи Иоанна Крестителя. Поэтому это все в одном месте находится, и почитаемо и у христиан, и у мусульман. Поэтому ИГИЛ это разрушает. Это, знаете, такая созданная организация, которая навязывает исламофобию. То есть сегодня людям, которые не исповедуют ислам, становится страшно от ислама. То есть тем же христианам в Европе. То есть им показывают, что мусульмане отрезают голову. Но это настолько глупо и цинично, особенно сегодня праздник у мусульман, у Роза Байбрама. И вот эта позиция, и почему они делают это непосредственно в том... Это такое вот... Еще раз напоминаю, что у нас все делается по Голливуду. Вот как Голливуд нам навязал сегодня все свои фильмы, которые сегодня практически ни один кинотеатр без фильмов не обходится. Точно так же и в политическом спектре не обходится без голливудского сценария. То, что мы видим, действительно, вот когда смотришь на это, задаешься вопросом, откуда это такие постановочные кадры, все спокойно. То есть человек жертва, ты понимаешь, что если ты стоишь жертвой, ты понимаешь, что ты умрешь, человек, хочешь, не хочешь, он будет пробовать спастись, он будет пробовать избежать всех этих страшных кадров. Мы видим это покорно, сидят, слушают. Всегда я задавался этим вопросом. И я думаю, что это не без постановки. Но то, что там действительно льется кровь и движет вот этими боевиками, в том числе и безнаказанность, это же низшее население, которое социально не защищено в своих странах, которое не имеет никаких гарантий, никакой образованности. Они идут в ИГИЛ, оказываются завербованным в ИГИЛ, и под интересом какой-то наживы и беспредельного насилия над людьми. Вот это имя, это же такой очень-очень сильный наркотик, когда ты можешь властвовать над теми или иными людьми, когда ты можешь свободно убивать, когда ты можешь свободно насиловать женщин. Это для многих очень привлекательно. Поэтому действительно мы видим... И с другой стороны, идея свободного ислама, распределения по всему халифату, который идет от Средиземного моря до Тихого океана, это тоже привлекательно, свободное, определенное мироощущение, шриатский суд, наверное, это как бы... Поэтому здесь, естественно, устраивают вот эти показные казни. Наверняка они были, эти казни, это есть. Но то, что нам показывают, вот тут очень к этому очень много вопросов. Тем более, насколько я знаю, недавно было хакерами вскрыто данные компьютеров, сотрудников, так называемых, коллег Джона Маккейна, которым, собственно, показывалось павильонные съемки вот этих казней. Тут сразу стоит много вопросов, откуда у этих сотрудников, так называемого Госдепартамента США или сенатора Маккейна, откуда у них такие кадры. Сразу прослеживается связка между... С одной стороны, американцы говорят, что мы создали антиигиловскую коалицию, что мы их бомбим, что, ну, бомбят они там поляну, чисто в поле выкинули там определенное количество бомб в эту песчаную пустыню. А реально никакой борьбы не происходит. Реально идет война на истощение против сирийского народа. И сегодня действительно государство в Сирии испытывает очень тяжелые, во-первых, и людские, у них большие людские потери. И вот цель и задачи американских глобалистов как раз снести этот режим АСАД, чтобы установить там свои порядки. Этим они используют в том числе ИГИЛ и другие организации, которые поддерживают ИГИЛ. Хорошо, ну давайте теперь мы подытожим тезисно, вот прям в одну фразу, вот все вышесказанное по ИГИЛу, по ИГИЛу и Сирии. Ну как, резюмируем. Резюмируем. Сегодня Сирия – это последний наш союзник на Ближнем Востоке, светское государство. Уничтожит Сирию, дальше будет сплошной хаос. Это первое. Второе, мы должны поддерживать своих союзников на Ближнем Востоке. Мы не должны ни в коем случае проседать своей внешней политикой в отношении Сирии. Мы должны поддерживать ее и продовольствием, потому что там тяжелое состояние, у них практически две трети территории не контролируются. И должны поддерживать в том числе и оружие. Хорошо, я бы режиме про ИГИЛ еще хотел. А, про ИГИЛ? Ну, про ИГИЛ, Америку, да. И вот прям в одну фразу, да? То есть я считаю, что ИГИЛ – это проект, ну, условно, да? Понятно, понятно. И вот прям вот так, тезисно. Хорошо, прям в одну фразу. О чем говорили? И про показательные, да? Ну, про постановочные казни, но есть и реальные. Да, вот так вот. Прям вот в одну фразу уместите, пожалуйста. Дестабилизация на Ближнем Востоке в интересах Соединенных Штатов Америки. Для этого они создали сначала Аль-Каиду. После того, как она вышла из-под контроля, был создан ИГИЛ из той же части Аль-Каиды. Этот инструмент для дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и наведения хаоса при этом подконтрольного Соединенных Штатов Америки. Показные казни – это точно так же организованная, великолепно организованная страшилка для мирового сообщества, для наведения исламофобии и, опять же, для дестабилизации в регионе. Все эти события, которые происходят на Ближнем Востоке, все находятся на совести Соединенных Штатов Америки. Поэтому все их действия якобы борьбы, они являются вымышленными и показными. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok